У монашки здесь коров выпасали, и большой пруд был, где монашки разводили карасею. Этот пруд, например, там, где большая спортивная арена стоит. А вот при его смесленке Сталине не дотянулись сюда, в общем, потому что другие проекты строились. При Никите Сергеевичу Хрущеве только строительство началось, и вот спортивная арена уже открыта алюминиевым листом. Это у нас, кстати, оболочка. Ну, в архитектуре оболочка называют такие купола, которые сами в себя опираются. Надо признать хорошая постройка в плане спортивного сооружения. Внутри несущих полу нет. А вот когда достроили, говорили мне, что вся Москва приезжала полететь, это конец 50-х, и все плевались, никому не понравилось. Назвали Тюбетейкой, Салатницей, как только не называли, склоняли эту постройку. И мост у нас впереди, он тоже хрущевского времени постройки будет. Надо сказать, Никита Сергеевич Хрущев у нас Академия архитектуры упразднил, и при нем строить стали дешево и, в общем-то, так, без красимостей. Зато он, ну, скажем так, любил рекорды, любил инженерные новинки. При нем у нас и Гагалин полетел, и самую быструю подводную лодку в мире стали строить. Снова чего интересного было. И мост впереди, это у нас Нижниковский пост, который еще и построен был. Даже два моста, один над другим стоит. По нижнему мосту ездят поезда метрополитена, а по верхнему у нас машины ходят. Вот это новинка была до того времени. У нас Воробьевы горы по левому борту тянутся. Когда-то на горах, на склоне, но не на том склоне, который на реку глядит, а на противоположном склоне построили огромное здание университета послевоенное время строительство шло. Архитектором сначала был Борис Илопан, а потом он со Сталином поспорил. Вот уж нашел с кем спорить. Его Сталин в отставку отправил и стал архитектором Лев Рудниев. Ну вот Рудниев, в общем, вот это здание спроектировал. И в каждом из узлов, я бы так сказал, этой постройки спрятал технологический прорыв. То есть ноу-хау везде шпиль университета проектировал всего Насонов. Это был какой советский инженер знаменитый. Сын Зоолока Насонова. Ну вот был такой знаменитый русский Зоолок Николай Насонов. Он был профессором Варшавского университета. А сын не стал Зоолком, сын стал инженером и вот придумал по мотивам отцовской профессии, что шпиль должен напоминать травинку. Вот буря дует, травинка гнется, но не ломается. И вот так он вот внутри шпиля натянул мощный трос из противовеса. У нас когда в Москве ураган снижается, шпиль отклоняется на 5-7 метров и всегда возвращается в верхнюю положение, как травинка. А вот тем, как стоит предыдущая, занимался другой учебник, академик Верселаном, который был основателем Советской школы физики труб. И когда в Москве ураган снижается, шпиль отклоняется на 1-3 метров, которые группы университетов летом погораживают, чтобы не покоял, а мы с вами идем по постаме теми самыми господствами. Войной, во времена, еще обеих снижаются. Войной, во времена, еще обеих снижаются. Китайский моцарьки нашему не годится, даже подметки, потому что тот легкое метро держит, а у нас самый настоящий поезд метрополитена тяжеленный приезжает. А мы с вами сейчас с правого борта видим самый большой доктор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова